Здравствуйте, меня зовут Михаил Ильченко. Я руковожу командой разработчиков решений Emerson для автоматизации турбокомпрессоров. В условиях высокой конкуренции эффективное управление производством играет все большую и большую роль. Сегодня необходимо производить дешево и эффективно, легко адаптироваться к изменениям, преодолевать дефицит квалифицированных кадров и финансовых ресурсов. Действенным рычагом для достижения этих целей является повышение уровня надежности оборудования, снижение затрат на техобслуживание, повышение коэффициента использования мощностей завода. Надежное оборудование постоянно готово к работе и требует меньших расходов на эксплуатацию. Это позволяет предприятию повысить выработку продукции и снизить себестоимость. Современная автоматизация – ключ к надежности. Именно поэтому новое решение Emerson для автоматизации турбокомпрессоров вызывает живой интерес у наших заказчиков. Автоматика турбокомпрессоров зачастую является ключевым звеном в структуре большой системы АСУТП. От того, насколько качественно, удобно и рационально организовано управление компрессорами, зависят объем и ритмичность выпуска продукции, а также эффективность и безопасность производства. Вам надоели черные ящики, которые невозможно обслуживать? Мы предложим вам интегрировать управление компрессором в АСУТП и откроем вам наши алгоритмы для изучения. Нам нечего скрывать. Ваши компрессоры пускаются вручную, и это занимает слишком много времени. Мы сделаем так, чтобы компрессор запускался одним нажатием кнопки. Мы знаем, как это сделать. Мы делали это много раз. Возможно, перепуск на ваших компрессорах постоянно открыт из-за опасности помпажа. Что ж, вероятно, вы выбрасываете деньги на ветер. Мы сделаем вам такую антипомпажную систему, что она будет открывать перепуск только в действительно экстренных случаях. Наши алгоритмы и методологии впитали в себя все лучшее, что было придумано на этот счет за последние 50 лет по обе стороны океана. Какие бы задачи по автоматике компрессоров вы перед собой не ставили, мы знаем, как их решить. Ну а если вы не уверены, что ваша проблема именно в компрессоре, спросите меня. Я помогу вам точно это определить.